Надежда Селиверстова Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Один верующий парень полюбил девушку, и когда уже собрался признаться ей в своих чувствах, узнал, что она выходит замуж за другого. Очень быстро он и сам женился на девушке из местной церкви. Со стороны все выглядело хорошо. Семья, заботы, жизнь шла своим чередом. Ничего не подозревала и жена до тех пор, пока муж однажды не признался, что все еще не равнодушен к женщине, которую любил в молодости. Как в любовном романе, он страдал, но винил не себя, а любовь, которая осталась такой же сильной, как и прежде. Своей жене мужчина говорил, что она хороший человек, но он никогда не любил ее так, как ту, другую. Зная о чувствах мужа, жена была очень рада, когда семье дали разрешение на выезд в Америку. Она надеялась, что все забудется, как в пословице «с глаз долой и сердца вон». Но в этом случае расстояние не стало препятствием для любви. Приехав в Америку, мужчина продолжал лелеять мечты о той же женщине. Плотской грех, который он привез с собой и в новой стране, продолжал разрушать семью. Несколько лет мужчина прожил согрешая тайно, а потом он совсем случайно познакомился с разведенной женщиной с детьми. Сначала этот человек просто помогал матери-одиночке, забирал детей из садика, пока она была на работе. А потом многие видели, как его машина оставалась на ночь на парковке возле дома новой знакомой. В беседе с друзьями мужчина часто рассуждал о семьях, которые были на грани развода, или об одиноких, все еще желающих выйти замуж женщинах. Друзья и знакомые замечали, что он катится по наклонной, и предупреждали о всевозможных последствиях. Но мужчина смеялся над ними и говорил, мол, все грешат, разницы нет, каким грехом. Грехов нет больших или маленьких, один раз живем. Вскоре и такая бурная жизнь показалась заблудшему скучной, и он по совету знакомого стал заходить на порносайты в интернете. Ночами напролет мужчина проводил время в болоте разврата, которое с каждым днем все больше его засасывало. Несчастный перестал спать, заводя будильник лишь по привычке, но уже без надобности. На работе он думал о том, как придет домой и обязательно ляжет спать, но стоило переступить порог, как ноги несли его к компьютеру. Совсем обессилев от такого образа жизни, мужчина в конце концов попал в больницу, где и рассказал о своей беде врачу. Тот сразу посоветовал после выписки поговорить с пастырем церкви. Выздоровевший так и поступил, но к русскому пастырю он не обратился, потому что наставник по местной церкви, даже если бы никому и не рассказал, то на проповеди в церкви обязательно привел бы пример его истории, и все бы догадались, о ком идет речь. Выход был один – идти к пастору-американцу. Мужчина нашел мое имя в телефонной книге и пригласил в качестве переводчика, хотя я нужна была ему больше для поддержки, чем для перевода, так как английский язык он знал не хуже меня. У входа в церковь нас приветливо встретил молодой пастырь-американец и пригласил к себе. Служитель выслушал мужчину до конца и сказал, «Не буду тратить время зря и скажу, что для начала тебе нужно отнестись серьезно ко всему происшедшему, признать свою вину и со всей искренностью отречься от прошлого». «Я понимаю, согласен делать все, что от меня требуется, другого не могу позволить». Не дожидаясь моего перевода, выпалил мужчина и уже продолжил, не скрывая, что знает язык. «Влечение к женщинам и порнографии во мне очень сильно, его невозможно контролировать». На это пастырь ответил, «Верю, но кто в этом виноват? Но я этого не хотел. Кто же тебя заставил? Обстоятельства, судьба. Если бы та, которую я любил в молодости, вышла за меня замуж, все было бы по-другому. Расскажи о своей любви к ней». И мужчина начал говорить о необыкновенно сильном чувстве, которое испытывал, видя любимую, а также о том, как думал о ней. «Она тебе просто нравилась. О любви ты ничего не сказал. Что ты для нее сделал? Стала ли ее жизнь легче от того, что ты ее любил? Если нет, то ты любил не ее, а себя, и хотел жениться на ней для своей выгоды, чтобы тебе было хорошо. Настоящая любовь, жертвенная, как и любовь Христова», продолжал объяснять наставник. Затем он сказал то, что я никогда не слышала раньше. «Любить надо не потому что, а несмотря на. То есть, любить мы должны не потому, что жена здоровая, красивая, образованная, а несмотря на то, что у нее есть и такие, и этакие недостатки. А еще любить мы должны, независимо от того, хотим этого или нет. Если нам кто-то другой понравился, с этим надо бороться, потому что ложное, греховное чувство по отношению к женщине вне брака Священное Писание называет грехом, а значит, оно принесет только вред, и если не отринешь его, оно тебя сгубит». «Я не знаю, что случилось со мной тогда и что происходит сейчас. Помогите, пожалуйста. Я готов делать все, лишь бы выбраться. Понимаете? Я совсем другой. Я действительно пропадаю. Это не шутка. Это очень серьезно. Я выдохся и физически, и морально, и не выйду отсюда, пока вы не скажете, что делать». Давай разберемся, что случилось, а потом решим, как выбраться. Сначала твое состояние не было таким тяжелым. Началось все с крохотной, безобидной, греховной мысли о женщине, которое принадлежало другому. Эту мысль легко можно было прогнать, исполняя слова пастыря. Но и до, и после свадьбы та мысль уже была греховной. Стих «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, не дает нам никакого права думать о других женщинах». Точка. «Проигнорировав наставление и изменяя жене, данной Господом, ты продолжал грешить». Грех, как гласит Писание, никогда не даст того, что ты хочешь. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Сказано коротко и ясно. Иаков дает очень простой совет тем, кто не понимает серьезности этих слов. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». С тобой произошло нечто подобное. Представь себе, ты увидел маленького львенка на пороге дома. Ты взял его на руки, занес в дом, погладил и сказал, тебе нельзя здесь жить, ты дикое животное и место твое в джунглях. А после накормил свежим мясом и оставил на ночь. На следующее утро львенок опять жалобно посмотрел в твои глаза и ты снова погладил его шелковую блестящую шерстку, по привычке напомнив, что он дикий. Со временем порцию мяса для львенка потребовалось увеличить в два раза, потом в три, потом в четыре, в пять, и спустя какое-то время ты увидел перед собой огромного льва, издающего грозный рык. Такого зверя в доме держать опасно, да и покупать каждый день мясо для него очень накладно. Могу ли я продолжить ваш рассказ? Спросил мужчина и, не дождавшись ответа, с точно такой же интонацией, как и пастырь, продолжил. Чтобы избавиться от льва, его надо убить или перестать кормить, и он подохнет с голоду. А чтобы зверь не растерзал меня, лучше всего закрыться где-нибудь в подвале и ждать. Лев в ярости будет метаться по дому, крушить мое имущество, пока не выпрыгнет через окно. Конечно, мне жалко мебели и разбитого окна, зато я останусь живым, а опасность покинет мой дом. Пастырь улыбнулся, а мужчина продолжил. контролировать себя, не допускать нехорошие, похотливые мысли моя основная задача. А если им, непрошенным гостям, и удастся проникнуть в мой сердечный храм, необходимо игнорировать их, не лелеять, не кормить. Таким образом, мне удастся полностью избавиться от греховных мыслей, а с ними исчезнут и чувства, а затем пропадет и побуждение к действиям. Как раз то, что мне и надо. Я готов землю грызть, лишь бы избавиться от этого греха. Есть ли у меня надежда? Эти слова мужчина выпалил по-английски почти на одном дыхании. «Пока ты живешь на земле, у тебя есть надежда», тихим, но уверенным голосом сказал служитель. Затем он открыл Библию и начал читать. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». «Почему Бог просит, чтобы к Нему обращались? Потому что Он хочет, чтобы мы помнили о Его величии, богатстве, любви и милости. Я сам так делаю и тебе советую возвать с верой к Нему, Богу Святому, признать свою вину, раскаяться и просить о помощи. А Бог верен Своему Слову и помогает всем к Нему обратившимся. Он поможет и тебе». Вот этому пример. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил «стопы мои». Тебе надо помолиться и ждать ответа от Господа. Если запретные чувства уйдут мгновенно, то Бог тебя исцелил. А если Бог решил избавить от греха другим путем, через долгую реабилитацию надо слушать Его голос. Мужчина не дождался, пока пастырь закончит мысль, упал на колени и зарыдал в раскаянии и молитве. Мы тоже преклонили колени и просили, чтобы Бог помиловал уставшего от греха человека. После молитвы духовный наставник пожал нам руки, благословил обоих и мы ушли. Слушай и назидайся.